итак мы с вами переместились в студию проекта подробности у нас в гостях политолог юрий мастяев юрий мы с вами встречаемся как такие вестники каких-то пертурбации потому что как что-то только происходит в мире ну а сейчас все акценты смещены в сторону вот россии отношения россии со всем остальным миром и начинаем но если не предсказывать то хотя бы разглядывать ситуацию со стороны и чаще всего получать что так дальше и развивается как у нас тут в рязани предскажут мне как становится страшно вы будете так начал такой получается что это как я появляюсь так сразу какие-то пертурбации ну да так что вы будете аккуратнее но если серьезно так давайте сегодня несколько минут уделим как раз вопросу санкций потому что санкции были со стороны западного мира по отношению к нам и россия как говорится спортивным языком выражаясь держал удары как-то пыталась там все-таки не замечать ну а теперь принято ответные санкции какая-то вообще суматоха и неразбериха воцарила в мире вот что вы скажете ну что суматоха воцарилась мире но я бы так сказал что мы не так уж чтобы совсем уж не предпринимали никаких санкций потому что вы помните время-то время всплывали там то запрет грузинских вин молдавских например там то какие стороны распотребнодзора то какие-нибудь шпроты просто получалось так что мы водили их не вот как западной европы и сша скажем так там и по отраслевому принципу там конкретных каких людей но в принципе многие эти вот скажем так санкции а запретивоза там шпрот или там молдавский вин или грузинский нам не носили тоже в самом все-таки не сколько экономический или там характера борьбы за наше сами здоровье сколько в том числе и политически потому что как правило водились против тех стран с которым у нас политические отношения ухудшались это все понимал да поэтому так сказать что мы совсем уж там санкции не водили не знаем что это как там подобное я бы не стал говорить но взрослые вот такого масштаба и настолько серьезно конечно этого не было ну на мой взгляд проблема возникает в том что конечно санкции они вредят сюда всем тут надо понимать что очень по-хорошему когда там я слышу некий бравурный там типа да вот да мы там это даже лучше ну естественно в общем-то санкции могут пойти и на то чтобы там поднять наш сельхозпроизводство и там подобное тоже должны понимать что опять же разговор идет о том что санкции вводится на один год пока соответственно возникает такой вопрос например там ну возьмем там велась серьезные запретительные меры по отношению молоко мясо и так далее то есть те вещи которые ну по хорошему сразу поднять производство невозможно возьмем там молоко чтобы получить молоко насколько я так помню своих сельхозпознаний сначала нужно вырастить корову у вас вас нет других вариант нет 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 такие же познания получены вырастить корову нужно время опять же чтобы получить мясо опять нужно вырастить там мясной коровы все это требуется время и соответственно по-хорошему в несколько дней даже месяц это не будет потом опять же надо и опять новая строительность фермы и тому подобное. Соответственно, я так понимаю, что вопрос сразу будет возникать у инвесторов и у тех же самых фермов, там подобное, стоит ли вкладывать это, если, например, возьмёт Россия, и через год эти санкции отменят. И опять, это достаточно, в том числе и дешёвый продукт пойдёт оттуда, и что им делать, и так далее. Поэтому здесь сейчас, на мой взгляд, нужен, конечно, достаточно чёткий расчёт и тому подобное. Но относительно санкций, тут вообще существуют разные подходы. Ну, например, недавно посмотрел одну статью, буквально вышедшую несколько часов назад, датский эксперт определил, что, скорее всего, санкции от силы продержатся год, не более трёх. А потом верховные дяди... Ну, потом потихоньку, даже через ближайшее время, так как начинают понимать уже, в том числе и политические круги, что они ударяют по всем странам под влиянием экономических кругов, они потихоньку начнут так это... Сглаживать. Сглаживать, где-то на что-то внимание не обращать, и так далее, смягчать, смягчать, и так далее. Поэтому это один вариант. Другой вариант, что всё-таки если посмотреть на последние годы, когда США и под их давлением ЕС применял санкции против других государств, ну, например, возьмём, там, против Ирана, санкции действуют официально 35 лет. Соответственно, некоторые считают, что их можно назвать даже ещё и раньше. Чуть ли не с 79-го года, когда там произошла вот эта знаменитая белая революция, в ходе которой к власти пришли, ну, он, ну, такой радикальный шаг был смещён, и радикальные исламисты. Но многие говорят, что подошло это ещё и раньше, когда в 50-е годы англичане и американские нефтекомпании были отсюда вытеснены, взяли под контроль правительство и национализировали. Уже тогда вводили санкции, может, не такого. Отношения с Кубой, я тоже. То же самое здесь, да. Мы смотрим, например, санкции в отношении Кубы, КНДР. Да, они уже идут много-много лет. Соответственно, мы смотрим, опять же, события, те же самые предшествующие падению того же самого Ирака, против которого санкции были почти 20 лет, там, соответственно, Ливии и там подобное. И здесь, в общем-то, если их посмотреть, то можно сделать несколько выводов. Но первый вывод такой, что санкции по-хорошему своих плодов не дают. Так что, ну, с другой стороны, самое преимущество, главные санкции, это то, что санкции это как бы альтернатива войне. То есть, самый худший вариант войны, а санкции вроде как помягче. Но вот опыт других стран показан. Ну, возьмем там Ливия, да? Были санкции после того, как там ливийские террористы взорвали самолет. Самолет, да. Да. Потом, в общем-то, Ливия пошла на некие уступки, приезжала к Андалии Зрайс, я помню, и помню, как Маур Каддафи брал ее подрубочку, называл моя прекрасная Лиза и тому подобное. И через два года, после того, как он пошел на уступки, против него подняли по-хорошему мятеж, в результате которого был свернут и убит. Ирак, то же самое. Но шел время на время на уступки. Но, опять же, ничего не давало. Поэтому некоторые делают такое, что если против тебя принимать санкции, то на уступки смысла идти нет. Поэтому в этом плане можно смотреть, что если Россия сейчас взяла такой курс, жесткий достаточно, то, скорее всего, смягчать его смысл нет. Или, если это идти на уступки, то они должны быть, как, например, Китай шел в 70-е, 80-е, 90-е годы, мы идем на уступку, но и в ответ обоюдная уступка. Но американцы на уступки, как правило, не хотят идти, потому что они пока себя считают самыми сильными, и это действительно так, и поэтому как бы они там все там вещи связаны с тем, что когда им идется идти на уступки, это как бы, ну, скажем так, урон их амбициям, их статусности и тому подобное. Но по небогатым европейским странам вроде бы все это так ударить не ударило, но задело силы. Нет, ну, должны понимать, а так. Во-первых, такая закономерность, что чем ближе на восток, то есть ближе к нам, тем санкции бьют сильнее. Чем дальше от нас, тем санкции бьют меньше. Там страны более-менее. Соответственно, если взять вот то, что пока реально так, ну, по первому прогнозу, потому что, ну, что мы там, мы объявили 7 августа, соответственно, прошла, ну, буквально неделя. Ну, да. Сами понимаете, что за неделю многие такие серьезные расчеты провести нельзя. Ну, по предварительным расчетам, где-то Россия закупала из Евросоюза, ну, в районе 12, 13,7 миллиарда на продовольствие тратила. Соответственно, вот это деньги, которые реально Евросоюз сейчас может потерять. Соответственно, распределение в нем идет совершенно по-разному. Ну, например, там какая-нибудь Ирландия или Великобритания больше всего теряет, соответственно, Польша. Ну, в первую очередь, конечно, знаменитые польские яблоки. Польские яблоки, да. Сейчас они уже начали там проводить, ну, опять же, я думаю, что чем больше они выделываются, тем больше показать, что действительно их трогает. Потому что, если тебя это не трогают, ты там эти компании проводить не будешь. Это ударяет по прибалтийским странам, в том числе, вот очень серьезно, по Эстонии, по Латвии и, наверное, бьет по Финляндии. Очень серийно. Ну, опять же, так не по всей Финляндии в целом, ну, например, там по одному из такому мощному концерту, как Валио, у которого 40% продукции шло в России и так далее, там подобное. Поэтому, чем они ближе, тем, конечно, бьет сильнее. Соответственно, проблема возникает еще и в том, что многие европейские страны только чуть-чуть начали выходить из кризиса, который там начался в 2008 году и шел несколькими волнами, и, в общем, только начали это. И, соответственно, опять же, по некоторым оценкам там прогноз идет такой, что тот же сам ВВП Польши может упасть на следующий год где-то чуть ли не до полпроцента меньше у Финляндии и так далее. Соответственно, у тех стран, которые далеко от нас, у них практически это может не сказаться. Отсюда оценки и наши экспертные, и западные экспертные, они очень серьезно разнятся. Одни считают, что для некоторых стран будет чуть ли не катастрофа, другие говорят о том, что по-хорошему, ну, скажем так, на общем фоне, в том числе и промышленного производства, не только сельхозяйственного, это практически на многих странах скажется незначительно. То есть, по-хорошему, там, ну, укусил тебя комару. Неприятно, но ничего такого страшного. Как тебе, что мы в спорте, говоря спортивным языком, вот, в частности, боксерским, обменялись легкими джебами, так сказать. Ну, опять, сами понимаете, что сначала обменялись легкими джебами, потом, может быть, потому что, если взять, с точки зрения конфликтологии, участия в таких вот ситуациях, то там есть различные теории, в том числе и теории, симметричного схизмогенеза. Так, это по-умному, а по-серьезному это так. Например, я всегда вспоминаю Яралаши, когда студентам рассказываю, обычно привожу пример с Яралаши, когда там два пацана вступили в легкий спор, один говорит, подожди, убегает, приводит брата боксера, подожди, второй убегает, приводит брат каратиста. Ну, и так вот они бегают, то там один десантник, а потом танкисты и так далее. То есть, да, одна из версий вот этого теории, в том, что тебе нанесли удар, ты относишь этот удар к тому, как тебе лично направлено, и отвечаешь ударом и еще большей силой. Тот, естественно, опять отвечает тебе ударом с еще большей силой. И идет постоянное напряжение, нарастание, эскалация конфликта. Ну все, большое вам спасибо. У нас в гостях был Юрий Мастяев, наш политолог, и мы говорили о санкциях, о том, как возможно развитие ситуации в дальнейшем. Вы смотрели информационную программу телекомпании Город. Подробности. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова